Вы в курсе, какие общественные придомовые территории будут благоустроены в этом году в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды? В рейтинговом голосовании приняло участие порядка 150 тысяч сочинцев, и они сделали свой выбор. Здравствуйте, я Инга Габеш, и на канале ВКТ время программы в курсе. В этой студии мы говорим на самые разные темы, затрагивающие интересы всех сочинцев. Итак, в каждом районе определено по одной территории, которая уже в этом году превратится в парк или сквер. О всенародном голосовании и о реализации приоритетного федерального проекта формирования комфортной городской среды и мы сегодня поговорим с заместителем главы города Сочи Юрием Поломорчуком. Здравствуйте, Юрий Федорович. Здравствуйте. Итак, итоги голосования по программе комфортная городская среда подведены. Сочинцы наконец определились, где бы они хотели видеть новые парки и скверы. Давайте озвучим, какие именно объекты горожане получат в этом году. Действительно, горожане в этом году очень активно голосовали. Я должен сказать, что на участки для голосования пришли более 140 тысяч, а если точно 146 тысяч, которые отдали свои голоса за ту или иную общественную территорию. На всех участках было по четыре общественные территории, из которых горожан могли выбрать одну, две, три, а может быть и все четыре. Но по итогам рейтингового голосования были выбраны, конечно, территории-лидеры. Какие это территории? В Адлерском районе это район жилых домов 7, 13, 17 по улице Лесной. За этот участок отдало голосов более 13 тысяч человек. А в Лазаревском районе это улица Победы. За этот приоритетный проект было отдано 10 тысяч 170 голосов. В Центральном районе это улица Пластунская. За нее было отдано более 30 тысяч голосов. И у нас следующий объект это был в Хостинском районе Мацеста. Это самый большой и крупный проект, который будет стоить очень дорого. За него отдали голоса почти 13 тысяч человек. Вот такое рейтинговое голосование 18 марта состоялось. В каждом районе победила одна из четырех предложенных территорий. До финала дошли 16 самых популярных общественных территорий. Сколько в целом поступило заявок на вступление в эту федеральную программу? Мы прежде чем выйти на это рейтинговое голосование, мы собирали предложения. В каждом районе были урны, куда любой гражданин мог опустить листок для голосования, в котором предложить ту или иную территорию. Я вам сразу хочу сказать, что более 300 территорий было предложено нам для того, чтобы комиссия рассмотрела и приняла что-то и выдвинула эти территории на соискание первого, второго и третьего места. Очень тяжело далось это решение комиссии. И кого все-таки предложить на вот это, какие территории предложить на это рейтинговое голосование. Но комиссия отбирала прежде всего первоочередность поступления. Второе, наибольшее количество предложений по этой территории. И третье, наиболее обширное представление тех требований или просьб, которые хотели бы увидеть на этой территории граждане. То или иной малой архитектурной формы. А что будет происходить сейчас, когда адреса новых парков и скверов определены? Расскажите, каков дальнейший алгоритм действий? Сейчас нам необходимо провести расчет сметной стоимости вот этих вот объектов. Предварительно он, конечно, есть, но сейчас будут заказаны сметные расчеты. Они будут заказаны по договору, и эти работы будут выполнять соответствующие лицензированные организации. На сегодняшний день для города Сочи предусмотрено 221 миллион рублей. Но не все эти деньги будут расходованы только на общественные территории. Как требует федеральный закон, на общественные территории можно потратить в районе 30%. А остальные 70% уйдут на благоустройство при домовых территориях. Действительно, давайте приведем несколько примеров. Вот вы сказали, что на Мацесте самый дорогостоящий проект. В чем его дороговизна? Там очень большая территория вдоль реки Мацесты. Очень большая, длинная, протяженная территория. Поэтому парк там будет самый большой. Дело в том, что, скорее всего, мы в этом году разделим этот парк на несколько пусковых комплексов. В этом году сделаем один комплекс, во следующем году второй и третий. Очень большой. Сразу хочу сказать, по нашим расчетам это порядка около 200 миллионов рублей. Серьезно? Да, очень такой. Но он будет самый большой и, наверное, самый такой, ну, скажем так, когда люди могут потеряться, что ли, скажем так, в зелени, аллеи, скверов и дорожек. А вот в Лазаревке наибольшее количество голосов набрал сквер Кирова, что на улице Победы. Насколько я знаю, там тоже достаточно интересная концепция. Вот расскажите, как преобразится данная общественная территория? Любой проект этих скверов, он, во-первых, самобытен. Он интересен тем, что они не будут все одинаковые, они будут совершенно различные все. Вот. Вы правы. Там не только будут лавочки. Там будет серьезное озеленение. Будут клумбы. Будут спортивные какие-то тренажеры. Ну, какие-то, потому что я примерно знаю, какие, поэтому говорю. Будут тренажеры спортивные. Уличные спортивные тренажеры. Будут места для отдыха с тенью. Ну, то есть, скажем так, заплетенные лавочки. Вот. Также будут дорожки для прогулок детей и их мам. Вот. Будут велосипедные дорожки. То есть, этот сквер будет достаточно интересен для того, чтобы туда можно было прийти всей семьей. Вот. И отдохнуть там. Прийти утром и вернуться вечером, скажем так. Кстати, стоит сказать, что в рамках программы формирования комфортной городской среды благоустраиваться будут не только общественные, но и придомовые территории. Как по придомовым территориям выборы происходили. Да. То есть, уже информация передана в районы. Районы ее уже посмотрели. Комиссия определила по три территории. Первоначально по три территории в каждом районе. Вот эти первые три территории и будут рассматриваться, и будут приниматься решения о том, как их благоустроить. То есть, предварительно эскизы есть. Эскизные проекты есть. Но сколько будет, что стоит, пока сказать не могу, потому что, вот, еще раз говорю, будут выполнены расчеты. Юрий Федорович, и здесь, наверное, давайте напомним нашим горожанам, что в реализации программы комфортная городская среда необходимо участие самих жильцов многоквартирных домов. Имеется в виду личная инициатива, субботники, верно? Вы действительно правы. Вот здесь, по придомовым территориям, там, конечно, принято очень такое интересное решение правительством, министерством жилищно-коммунального хозяйства и строительства Российской Федерации. Граждане должны участвовать в благоустройстве своей территории. Это могут быть деньги, сразу хочу сказать. Ну, есть люди, которым легче заплатить, чем работать. Ну, вернее, ну, на территории поработать. Есть люди, которым лучше поработать, чем заплатить. И те, и другие имеют место быть. Вот, поэтому здесь в размере до 5% от общей стоимости люди должны либо внести деньгами, либо должны выполнить определенное трудовое участие. Вот, поэтому кто-то будет, скажем так, вкапывать столбы для лавочек, кто-то будет сажать деревья, кто-то будет клумбы вскапывать. То есть, ну, работа найдется всем. И что же запланировано сделать на придомовых территориях, выбранных сочинцами? Только ли это установка детских и спортивных площадок, или, возможно, еще ремонт ливневых канализаций, замена освещения? Конечно, конечно. Здесь будет комплексное благоустройство этих придомовых территорий. То есть, это будет и освещение, это будет и озеленение, то есть, так называемые зеленые изгороди. То есть, не будет больше заборов. Будем все древесно-кустарниковым материалом выделять. Вот, будут высажены цветы, будут освещение, будут лавочки, будут спортивные детские площадки, а будут стоянки для автомобилей, будут дорожки и будут дворовые проезды асфальтироваться. Естественно, с установкой бордюрного камня, ну и все, что к этому. Поэтому, конечно, и будут ремонтироваться ливневая система, это тоже будет ремонтироваться. Стоит сказать, что, ко всему прочему, в период разработки проектов учитывались все мнения наших горожан, проводились общественные слушания. Да, значит, все районы провели у себя общественные слушания. Всех наиболее активных граждан мы пригласили на заседание общественной комиссии, которые тоже высказывали свои предложения по тому или иному участку. Сразу хочу сказать, что стоимость придомовой территории благоустройства тоже, скажем так, не из дешевых. Как показала практика Краснодара, это где-то порядка 7 миллионов рублей. Но мы думаем, что между семью, например, и десятью. Вот эта цифра будет. Поэтому все должны понимать, что за эти деньги очень много можно сделать на придомовых территориях. Я думаю, что город просто преобразится. Но не в первый год, сразу хочу сказать. Не в первый. Программа пятилетняя. Поэтому часть территории будет выполнена в этом году. Ну а часть будет в последующие годы. Но мы надеемся, что количество денежных средств, которые будут выделяться городу, будет с каждым годом увеличиваться. Мы приложим для этого все усилия. Особенно Анатолий Николаевич, он очень заинтересован в этой программе. Он нас постоянно стимулирует. Давайте, давайте, едьте в Краснодар. Давайте на комиссию. Давайте, доказывайте наши потребности. Давайте, привозите в город деньги. Пожелаем удачи вам в этом деле необходимом. Юрий Федорович, вы изначально являетесь куратором данного проекта. И вас лично не удивили результаты голосования? Возможно, вы ожидали, что до финала дойдут другие территории? Вы знаете, может быть, они и удивили. Но удивили с точки зрения хорошей части. Я увидел, что большое количество людей пришло. Это очень меня удивило. Я думал, что будет значительно меньше. Ну а какие выбрали территории? Ну что могу сказать? Все в руках граждан. Действительно. А сейчас остается только взяться за работу и удовлетворить их все желания. Да. Для этого мы, конечно, приложим все силы. И я думаю, что к концу года поедем, посмотрим, что удалось за этот год выполнить. Этой теме мы посвятили немало материалов в выпусках новостей. Давайте посмотрим, за что вообще предлагалось голосовать сочинцам. Благодаря программе «Комфортная среда» город получил возможность привести в порядок дворовые территории. Причем речь идет о проведении глобальных работ по благоустройству. Это асфальтирование проездов, ремонт ливневых систем, установка бордюрных камней, освещение придомовых территорий, ремонт или обустройство детских площадок и озеленение. В районах проводили инвентаризацию территорий для того, чтобы включить их в программу. В 2018-м только в Хостинском районе благоустроят порядка 70 территорий. Заявки уже приняты и одобрены. Утверждено по сравнению главы города Сочи. Антон Николаевич его подписал в конце ноября. Туда, по Хостинскому району, мы включили 23 общественных территории. Это наши скверы, парки, зеленые зоны, которые требуют благоустройства. И 386 параментализированных придомовых территорий, которые у нас будут благоустраиваться на протяжении работы всей программы. Это 5 лет с 2018 по 2022 год. Участие в программе – это исключительно инициатива жителей. Причем не имеет значения, какая форма содержания дома – ТСЖ или управляющая компания. Светлана Мещерякова, председатель правления ТСН «Надежда» в Кудепсте, узнала о программе в районной администрации. Провели собрание собственников и приняли решение об участии в программе. Жители определили перечень необходимых работ по благоустройству и подали заявки. О том, что дом вошел в программу, узнали позже. Эта, признается женщина, оказалась приятным подарком к Новому году для всех жильцов дома. Мы сделали все равно в ТСЖ много. Мы сделали себе новую детскую площадку, мы поставили видеонаблюдение, мы навели порядок в подъездах. В общем, очень много сделали. Но все равно у нас впереди очень много работы, поэтому нам нужна помощь. От государства мы рады, что эта программа вошла в наш город. Другим жителям я порекомендовала бы просто активней жить в своем доме. И желать, чтобы ваша жизнь была лучше и лучше, мы должны сами этим заниматься. Какие бы мы решения не принимали по благоустройству города, по озеленению города, по улучшению городской среды, необходимо советоваться с населением. Мы хотим, по сути дела, чтобы действительно, реально все наши горожане принимали участие в принятии важных решений в городе. Участники проекта «Формирование комфортной городской среды» могут рассчитывать на обустройство спортивных и детских площадок, благоустройство газонов, устройство парковочных мест, установку уличного освещения. Программа должна быть принята в феврале, рассчитана же она до 2022 года. Самое главное условие данного приоритетного проекта – это непосредственное участие жителей. Финансирование происходит за счет федеральных средств. Это 90,3%, 9% – это краевые средства, и 0,7% – это собственники, которые должны либо за счет подрядчиков выполнять работы, либо сами непосредственно участвовать в улучшении места отдыха. То есть доля собственников может быть и не финансовая, а в виде общественной деятельности. Организация субботников также пойдет в зачет. Жители шестого дома на Гранатной отреагировали на федеральную программу в числе первых их. Пятиэтажка сдана в эксплуатацию еще в 1984 году, поэтому необходимость в благоустройстве придомовой территории здесь возникла давно. Мы готовы все поучаствовать в этой программе, выйти всем домом и помочь чем можно, чем надо. Практически все пункты, которые я написала, нарисовала, все это вошло в программу, все одобрено. Например, у нас нет перил. Потом расширение дороги. Детская площадка пришла в негодность, и мы решили здесь установить тренажеры. Это вообще, конечно, отличная программа. Благодаря ей, этой программе, мы сможем благоустроить свою придомовую территорию, и жители будут довольны, счастливы и дети, и взрослые. Проект формирования комфортной городской среды предусматривает благоустройство и общественных территорий. По ним решения принимаются в ТОСе. Самое необходимое – это создать людям комфортные условия, чтобы вот вечером, если люди здесь сидели, то они сидели бы на нормальной мебели, на хорошей, ну там, скамеечки, и было бы освещение, чтобы они могли друг друга видеть. Большое количество пожилого населения у нас, очень большого количества, и для них это просто необходимо. Проект великолепный. Рекомендую всем сочинцам не отказываться от такой возможности. На этой территории, в микрорайоне Мацеста, в советские времена был парк со спортивными площадками, рассказывают местные жители. Позже зеленая зона пришла в запустение. На Мацесте вдоль реки когда-то была и набережная. Сегодня это место заросло травой и кустарниками. Парапет разрушило время. Был хороший тротуар вдоль реки, где гуляли мамы с колясками, люди ходили, прогуливались. Это связующее звено было между новой, старой Мацестой. Все дети в школу ходили, мацестинцы ходили на работу. То есть, эта зона отдыха была не только для Мацесты, эта зона отдыха была для города. Совсем скоро и набережная, и парк снова станут любимыми местами для отдыха горожан. Территория от же дистанции до старой Мацесты, а это более 12 гектаров, попала в список приоритетных по Хостинскому району в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Вот так этот большой участок выглядит на бумаге. Здесь планируются лавочки, детская и спортивная площадки, комфортная прогулочная зона вдоль реки. Эскиз Мацесты еще трех территорий в Кудепсте, Хосте и микрорайоне «Благодать» презентовали в районной администрации. Кстати, именно эти территории для благоустройства предложили сами жители. Сегодня мы как раз рассматриваем эти четыре проекта. Мы пригласили на эти общественные слушания жителей всех этих четырех микрорайонов для того, чтобы показать им, что подготовили наши архитекторы, услышать какие-то замечания, предложения. Замечания и предложения ждут во всех четырех районных администрациях. В каждой проходят общественные слушания, сочинцам представляют эскизы новых парков и скверов. В программу попадет и вот это место в центральном районе. Это микрорайон КСЭМ. Вот такая грязная, заброшенная территория, где после дождя образуются огромные лужи, совсем скоро превратится в уютный зеленый уголок. Здесь раньше стояли гаражи незаконные. Их перед... В 2013 году их, естественно, сили. Потом были огороды самозахватческие. По эскизному проекту здесь идет тротуар, идет ротонда, идет... спортивные детские площадки, значит, прогулочная зона с подсветками. Уже благоустроенные парки и скверы на Макаренко, Бытхе, Фабрициуса, там работы завершены. Но, к сожалению, не раз на этих общественных территориях случались акты вандализма. Установлены ли там камеры видеонаблюдений? Вообще кто должен следить за порядком на этих общественных территориях? Ведь скоро появятся новые. Вы правы. У нас по программе «Безопасный город» мы предусматриваем установку камер. Вот в городе все больше и больше уже камер видеонаблюдения. К сожалению, действительно, акты вандализма случаются. Здесь, ну, от этого не застрахован ни один город, в том числе и Сочи. Но пресекать это, естественно, нужно. Поэтому камеры видеонаблюдения будут установлены во всех парках и скверах. Не для того, чтобы следить за людьми, а для того, чтобы, как вы правильно сказали, сберечь то, что было сделано для людей, за деньги людей и с участием людей. Спасибо, Юрий Федорович, за исчерпывающие ответы. И удачи вам. Спасибо большое. До свидания. Спасибо. Напомню, гостем нашей программы сегодня был заместитель главы города Юрий Паломарчук. На сегодня все. Будьте в курсе всех событий города Сочи. И до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова